Встречайте, мастер-виртуоз Владислав Грицун! То самое чувство, когда ты на волне, то самое чувство, когда ты круче всех, круче всех, у тебя всё получится. Помоги! Привет! Зачем ты взял такой тяжёлый инструмент? Сколько он весит? Аккордеон весит 8 килограмм, а я примерно 30. Но всё равно это очень-очень тяжело. Ты же не всё время его носишь сам? Нет. Этот аккордеон носит моя мама, когда мы идём на конкурсы. Эта мама, получается, заставила тебя заниматься таким инструментом? На самом-то деле я сам записался в музыкальную школу. Вот эту историю поподробнее ты расскажешь моему коллеге Андрею Данилевичу. А у меня к тебе есть одна небольшая просьба. Только тихо. Между нами. Мы тут затеяли осовременить киноклассику. Ты нам в этом поможешь? Нужно будет заново переозвучить кое-какие фрагменты. Ну, давайте. Договорились, да? Тогда ровно через пару минут встречаемся на этом же месте. А пока иди уже, наконец-то, присядь со своим 8-килограммовым аккордеоном. Давай, Влад. Присаживайся. Расскажи, очень интересная история. Как это ты сам пришёл в музыкальную школу и записался? В мой садик пришла моя учительница. Мне было уже тогда 5 лет. Она не принесла слабой аккордеон. Меня захотел интерес, что это за инструмент такой аккордеон. Я тогда в садике знал, ну, примерно 4 инструмента. Скрипка, фортепиано и баян. Это самые основные инструменты. И родителям ты как сообщил эту новость? Сначала я маме сказал, я записался на какой-то инструмент на букву «К». Мы с мамой перепробовали все варианты. После этого позвонила моя учительница, моей маме, и сказала, ваш сын записался на аккордеон. Потом, когда я пришёл первый раз в музыкальную школу, я увидел, что это инструмент. А теперь видите, что это всё обратилось. Что именно тебе в нём нравится? На этом музыкальном инструменте можно сыграть звуки, очень много звуков, разные звуки. Например, такие, как птица или корабль. Ты сейчас можешь это изобразить? Так. Давайте переместимся в бескрайнее море и постараемся услышать звук, проходящего мимо корабля. Да, похоже. А птички как чирикают. Ты выступаешь один, да? Ты не в паре с кем-то. В карьере сольного музыканта что самое сложное? Самое сложное – это пережить начало, когда ты на первых конкурсах волнуешься. Но со временем я уже перестал смотреть на клавиатуру, и это для меня было перестало быть так волнительно. Я находил в зале маму, и когда она на меня смотрела, мне было легче. Но ты сейчас не волнуешься, да? Нет. Я знаю, потому что глазами нашёл маму в нашем зале. Здравствуйте. Здравствуйте. Замечательный, талантливый у вас Влад такой. Он поборол волнение. Выступаешь на музыкальных конкурсах, да? Звёздной болезнью не заболел? Было такое. Было? Да. А как ты это понял? Я стала лениться и не хотела заниматься дома. Мама, тогда расскажите, вы этот период уловили, да? Тоже прочувствовали звёздной болезнью вашего сына? Если честно, с этим справилась Светлана Васильевна. Просто я стала замечать за ребёнком, что не совсем он качественно готовит домашние задания, не совсем качественно отрабатывает какие-то места. Я как преподаватель со своей стороны, я обязана была его этому учить. То есть одёргивать постоянно, говорить о том, что никакой звёздной болезни у тебя быть не должно, потому как ты выходишь на сцену, на тебя смотрят зрители. И в то же время, чтобы они тебя полюбили, ты должен быть открытым и простым. О чём ты мечтаешь? Моя мечта — стать великим музыкантом. Но чтобы её достичь, мне нужен хороший инструмент. И тогда я смогу выступать с более сложными произведениями. То есть речь идёт о новом, каком-то современном аккордеоне, да? Это дорогой музыкальный инструмент? Он очень дорогой, стоит примерно 7 тысяч долларов. Ого! Как планируешь насобирать? Мне помогает мой город Токмак. Ну, вы... Спасибо добрым людям. Недавно проводилась ярмарка, ну, на помощь мне с инструментом. И мы собираем деньги семьёй. Может быть, когда ты насобираешь эту сумму, ты захочешь, не знаю, купить автомобиль? Моя мечта — стать великим музыкантом. И я буду её додерживаться. Не разменяюсь я на автомобиль. Достойно аплодисментов. Осталось только посмотреть, как ты играешь. Сейчас у нас будет такая возможность послушать тебя и твой музыкальный инструмент. Осталось только дождаться моего напарника Андрея Даманского. А ну-ка, сыграем ему какую-нибудь мелодию, чтобы он под неё вышел. Ещё так Даманский не выходил нам на сцену. Айх, молодец какой! Ай, умничка! Та-тара-тара-тай-рай! Та-там! Идём со мной, скорей! Смотри, что у нас сейчас будет происходить. Я буду тебе вот на этом большом-большом экране показывать фрагменты фильмов. Сразу попытаюсь понять, какой характер музыки должен звучать во время этого фрагмента. И после этого ты начинаешь импровизируя, сопровождать видеоряд своими замечательными мелодиями. Круче всех, продакшн представляет всеми любимые фильмы в новой музыкальной интерпретации Влада Грицуна. Маэстро. Ага! Иван Васильевич меняет профессию. Смотри внимательно, смотри внимательно. Так. Сансур, говорит, все! Поехали! Все! Молодец! Давай следующий фрагмент смотрим. Ух ты! Танцор диско! Так. И еще один фрагмент. Вот. Это Адриана Челентано, собственной персоной. Фильм называется «Укращение строптивого». Отлично! Аплодисменты не смолкает. Влад Грецун в отличном настроении, разогревшись, сейчас нам подарит своё сольное выступление. Влад, прошу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Твой талант, безусловно, достоин признания, ведь ты настоящий маэстро. Это медали, эти зрительские овации для тебя, потому что ты круче всех. Медаль в студию! То самое чувство, когда ты на волне, то самое чувство, когда ты круче всех, круче всех, у тебя все получится.